дай бог в этот раз стул не сломается всем привет мои хорошие с вами Айка Эмили и сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшую шаурму и еще у нас здесь клубника наверное это не очень сочетается но я люблю сочетать не сочетающие продукты почему нет почему нет если я так могу бабушка сейчас прям подняла мне настроение разговаривает она с моим братом брат говорит о том что у него нету кошелька надо купить кошелек наверное намек мне что подари кошелек ну в общем и тут такая бабушка говорит зачем тебе кошелек говорит она всегда так говорит это не шутка сделай карман в трусах и все твой дед всегда так делал и никогда не терял деньги неплохая альтернатива вы знаете одно время я жила как бы без кошелька я очень часто теряла деньги мне кажется очень удобно когда именно кошельком пользуешься а еще удобнее просто карточка так как доставку сделали час назад он немножко остыла возьми сейчас на не очень вкусно скушать можно но не прям вау а я люблю когда вау под бургеры это был просто космос я сижу прям в темноте смотрю на камеру так светло это все из-за режима клевый режим интересный вопрос твой парень делает ты тебе подарки без причин к сожалению нет без причин нет ну я например такой человек я могу подарить просто так что-то своему брату своей маме например брату что-то нужно я могу спокойно отправить ему деньги переслать ему на карточку мне не жалко как-то я прочитала комментарии там она девочка пишет почему ты отправляешь деньги брату если он старше тебя пусть сам зарабатывает вы знаете не все можно рассказать видео есть какие-то моменты которые ты не можешь рассказать может человек болеет можно не способен работать и так далее понимаете все вот прям раскрыть душу рассказать все не получается я считаю неправильно когда ты например зарабатываешь хорошие деньги к примеру твоя мама где-то там на заводе работает ты работает где-то уборщицей ты идешь покупаешь себе не знаю сумочку от dior и понтуешься что вот я такая крутая поэтому мне как бы не жалко пусть у меня нету чего-то дорогого но зато я могу обеспечить своих родителей я считаю что это нормально как вкусно поначалу было невкусно но вот под конец здесь как будто посочнее у нас в универе был парень он знает пять языков идеально просто благодаря интернету благодаря ютубу он просто сделал себе базу из слов а потом уже потихоньку ходил на конверсейшн клаб и выучил язык уже до такой степени что он прям хорошо хорошо прям свободно может высказаться на любом из этих пяти языков и что ребят работает в посольстве честно никогда не завидую таким людям но я всегда ставлю таких людей себе в пример хоть и я не иду по его как бы по его шагам все равно мне нравятся люди которые в раннем возрасте чего-то добились я вдохновляюсь такими людьми есть люди которые дарят подарок просто чтобы ну на пофиг подарил и подарил я из тех людей которые именно хотят угодить но почему-то у нас подругами всегда и во всем не сходятся вкусы например эта кофта нравится мне но она точно не понравится шейля по этой немножко тяжело выбирать что-то а подарки парень без праздников не дарит к сожалению о о так лучше ребят мне кажется так лучше просто темнеет в комнате я думаю так значительно лучше а black barbie задает вопрос как относишься к свободным отношениям какова была твоя реакция если бы твой парень сказал что хочет свободное отношение что касается моего парня я знаю на миллион процентов что он никогда в жизнь такое не предложит потому что он очень ревнивый человек очень я думаю что свободное отношение это бред потому что если в отношениях можно спокойно изменять это уже не отношения или вот это вот свингерство кто знает что это такое это ужас кто не знает посмотрите в интернете это ужас это просто я считаю что свободное отношение придумали мужчины которые просто не хотят быть верной одной женщине я думаю что это бред и нету никакого смысла я думаю в таких отношениях я бы не хотела если мой парень предложил мне такое я бы попрощалась бы с ним просто во влоге где я с парнем я обнаружила комментарии девочки писали что видно что айка счастлива тыры-пыры реально я очень рада что это видно потому что это на самом деле так я очень счастлива мне прям хочется кричать о своих чувствах хочется всем рассказывать про них может кому то даже не интересно есть люди которые годами встречаются и стараются никому не говорить об этом не распространяться на эту тему типа мол счастье любят тишину на самом деле это так я думаю но я бы так не смогла кое-что я стараюсь и с мамой делиться не знаю советоваться в чем-то у нас такие отношения мы можем в день по двадцать раз писать друг другу что мы скучаем например и никому не надоедает это мы можем часами болтать но вы знаете это больше его инициатива у меня так как много работы он будет день чем не занимается не работает не учится не очень много свободного времени и понятное дело что он хочет со мной разговаривать и общаться болтать часами я бы с удовольствием но к сожалению я не могу себе это позволить потому что у меня работа у меня youtube у меня айкук у меня тикток вот я влоги снимаю не знаю ну нет у меня времени потому что монтаж не знаю нужно теги написать нужно выложить сделать обложку и так далее айка продолжила ли бы ты снимать мук банки если бы начала поправляться две шаурмы это немного я считаю например да 7 грузинских хинкали я их и так и так 7 из девятых 7 я думаю просто я буду снимать утром один мук панк и на этом в общем говоря все просто как то наверное меньше бы снимала но все равно продолжала потому что мне лично интересно мук банк я не знаю я однажды похудела на 13 килограмм и вы знаете когда я худела мне все говорили что нужно заниматься спортом если я похудею так то вес вдвойне вернется ничего подобного прошло уже наверное 4 года вес не то что вернулся я просто стала склонна к худобе я ем чуть меньше и все начинаю худеть это круто правда тело стало знаете такое больше рыхлое то есть нету той былой упругости тело но это буквально пару месяцев походила на спорт и все все исправилось такой жесткий хлеб я бы не хочу но я думаю что мук банк я бы в любом случае продолжила снимать просто объем еды уменьшились вот и все видела фотографию одной девочки в инстаграме у нас клубничка вот так вот сфотографировалась настолько красиво настолько профессионально как то сидела я решила сделать такую же фотографию просто с апельсином вы бы видели что у меня получилось это ужас какой то хотя вроде у меня камера профессиональная свет я тоже настроила но это просто был бред наверное я просто не умею хорошо редактировать фотографии вот в чем заключается моя ошибка в общем на этом все если вам понравилось это видео то ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем желаю удачного дня пока